добрый день в этом видео я хотел продолжить тему измельчителя веток думаю эта информация многим будет полезна в комментариях мне задают вопрос как я затачиваю ножи на измельчителе каждый раз перед началом работы мы проверяем состояние ножей при необходимости правим режущую кромку обычным напильником это делается очень просто что мы делаем добираемся до нашего лючка откручиваем два винтика вот уже наши ножи что мы делаем значит просто подправляем нашу кромочку если она немножечко под затупилась вот так с этой стороны и вот так вот снимаем заусенец все то есть вот это вся наша за . точно же здесь еще у нас не убитые то есть это дело можно сделать простым напильником если ножи будут сильно изношены в этом случае напильник нам конечно не поможет для этого необходим более серьезный инструмент чтобы не ходить поисках мастеров по заточке и не тратить деньги и время я решил изготовить его самостоятельно на это меня подтолкнул хороший знакомый на ютубе у него тоже есть канал леонид 7204 кстати у него на канале тоже есть много информации по измельчителям веток я перелопатил весь youtube по этой теме понравились каналы владимир жиленко и александр волк по их образцу я и сделал свой станок спасибо им огромное за то что делятся своими наработками их информация мне конечно очень пригодилась сейчас я вам покажу его устройство и как происходит заточка ножей в конце ролика если кому будет интересно я покажу в отдельности каждый узел этого станка вот смотрите что он себя представляет то есть двигатель двигатель находится на каретке и он вот так вот у нас ездит по салазкам так двигатель этот у нас с корма измельчителя значит у него 3000 оборотов 1700 ватт ну то есть какой был у меня двигатель такую я решил применить в этой конструкции так снимается он очень легко вот поджимаем вот эту втулочку и все и вот уже у нас двигатель снят вот смотрите что у нас представляется собой каретка значит каретка имеет две направляющих вот эти вот направляющие у нас идут с автомобильных амортизаторов так дальше что у нас идет имеется у нас четыре опорных подшипника эти подшипники все мы крепим болтами двенадцатыми они прекрасно хорошо подходят все получается идеально значит в этой плоскости у нас имеется три подшипника вот два и вот третий он у нас идет как поджимной видите то есть вот так он у нас получается с боков по вот этим вот нашим салазкам получается будут поджиматься вот здесь наружной стороны натяжение мы регулируем вот этой вот гаечкой то есть можем поджать можем отпустить то есть уже в зависимости как нам требуется значит движение в этом направлении двигателя у нас приводится вот вот этим винтом вот смотрите видите мы крутим и повода этим вот нашим втулкам направляющим двигатель наш ездит в ту или в другую сторону так я думаю здесь все у нас понятно ставится он легко вот мы ставим вот здесь поджимаем и все вот и все все он уже у нас на месте так значит из чего состоит наша вот эта вот станинка значит здесь идет у нас две профильные трубы значит размер у нас получается 40 на 20 одна профильная труба у нас получается 50 на 25 уголок здесь сороковой просверлены здесь для крепления всего станка вот отверстия то есть если надо мы можем спокойненько их прикрутить то есть это уже в зависимости как надо здесь я его просто пока поставил ничего здесь пока не прикреплял так что с этой стороны у нас идет так камень у нас стоит чашка диаметр у нас 150 миллиметров белый корунт так здесь смотрите где у нас будут крепиться нож здесь у нас тоже самое закреплен уголок уголок вот здесь у нас идут болты нарезаны резьбы то есть у нас вот этот сам нож когда закрепится может двигаться в любом направлении будем менять нагнули сюда меняем наклон заточки ножа нашего так же самое если нам необходимо что-то другое сюда может быть закрепить вот здесь у нас стоят регулировочные то же самое винты ослабили отодвинули вот эту нашу платформу надо подвинули туда подвинули сюда то здесь все у нас регулируется так что хочу сказать за нож вот этот нож у меня стоял на фуговальном валу который я установил на измельчитель то есть он уже там был я его покупал в сборе что хочу вам сказать вот видно его затачивали ну возможно ли болгарка я не знаю или же может быть на обычном наждаке вот может быть с этой стороны будут лучше видно вот смотрите здесь видите примут идет как ну прям выемка такая серьезная вот видите что я хочу сказать что вручную это сделать идеально очень тяжело ну фактически невозможно вот для этого и надо делать вот такие вот станочки так значит что хочу еще сказать угол заточки здесь был на этом ноже у нас так ну вот примерно я смотрю здесь у нас выходит где-то 38 градусов ну было на это уже так у меня сейчас стоят на измельчителе ножи новые поэтому там идет немножко все по-другому так что мы делаем значит что мы делаем устанавливаем нож здесь я сделал специально два винта вот эти винты у нас получается ну как направляющий чтобы легче нам было устанавливать ножи так как у меня на волу стоит три ножа то есть три ножа устанавливать чтобы это все ускорить немножечко я поставил направляющий отрегулировал на данную высоту зажал их и все то есть уже полегче нам немножко будет с установкой так что что хотел сказать так же самое здесь можно затачивать стамески вот здесь у меня идет прорезь то есть ослабляем вот эти крепления устанавливаем стамесочку то же самое можно здесь затачивать стамеску также можно быстро isn't затачивать нож от рубанка то же самое вот здесь прорезь вставляется туда в прорезь устанавливаем делаем наклон какой нам нужен зажимаем и все то же самое можем делать с этими всеми делами так значит что еще я хотел вам сказать перед тем как я закреплю здесь нож когда я приобрел новый камень установил его включил двигатель пошло биение ну то есть на заводе идеально ничего не бывает надо перед этим конечно править камень для правки в продаже есть алмазные карандаши ну у меня под руками карандаша не было ну что я решил сделать под руками у меня был вот такой вот магнит так сейчас как он вот так он оставится как я решил выйти с этой ситуации и был у меня старый алмазный диск то есть я этим диском резал кафель что здесь можно было легко сделать установил поставил его вот так вот поставил ну то есть подогнал как мне надо и все завел и вот так провел буквально несколько раз и все и камень у нас полностью выровнялся но это я скажу чем пользовался я подручными средствами так дальше что мы делаем сейчас будем подгонять наш нож значит смотрите что получается мы его подводим подводим так вот так все начало у нас есть поджимаем немножечко контрольный идем дальше так вот идем 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 все хорошо все отлично даже можно чуть-чуть еще его выдвинуть вот так вот примерно получается все поджимаем все отлично так зажимаем наш нож это все делается просто так вот такие вот у нас здесь зажимчики идут вот обычная сделал его с уголка обрезал здесь и получается здесь вот такой небольшой буртик идет это для лучшего поджима у нас получается вот он сюда ставится то есть ничего сложного здесь не барашечки продаются в магазине то есть сложного ничего нет что мы будем делать дальше дальше мы будем запускать наш двигатель и вот такими вот движениями будет происходить за . нашего ножа что хочу сказать чем больше мы будем водить станок вот так тем лучше буду на затачиваться нож ну по мере заточки будем наблюдать можно также сама нож смачивать ну хотя я посмотрел при заточки он не нагревается этот нож сейчас тем более на улице еще холодно у нас да поэтому если даже что если у кого-то там перегревается нож можно сбрызгивать его обычным обычным распылителем для цветов дать что угодно там что у вас есть под руками так что будем включать значит проводим мы затачиваем начинаем подкручивать вот это колесико наша двигатель у нас начинает смещаться в сторону ножа и будем регулировать вот этим вот нашим колесиком так ну что будем включать будем пробовать что у нас будет получаться а 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 и и а а Субтитры сделал DimaTorzok Отодвигаем Нашу платформу Будем смотреть что у нас получилось Ну все конечно будет здесь зависеть тоже от того Сильно ли убитый нож Если нож сильно убитый Понятно мы будем дольше затачивать Само собой Так вот что я вам хочу показать Вот смотрите Что получается Как нож хорошо заточен Вот видите вот хочу показать Вот это вот место Вот это место где я говорил вам Вот это выемка То есть для этого что надо Ну немножечко больше поездить Туда сюда туда сюда И вот эту вот выемку мы Полностью удалим Не хочу просто отнимать ваше время Хотел просто показать какой принцип здесь идет Вот видите С этой стороны Бывает появляется заусенец Этот заусенец мы потом легко удаляем И все То есть вот так вот получается весь процесс Результатом я доволен Теперь у меня есть свой станок Я считаю что сделать такое Под силу каждому Сейчас я покажу вам каждый узел в отдельности Ну а вам желаем удачи Подписывайтесь на наш канал У кого возникнут вопросы задавайте Я постараюсь на них ответить До встречи на нашем канале Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому